Всем привет, дорогие друзья! В этом вечернем Сочи Это замечательный опыт И мне бы хотелось сегодня с вами все-таки обсудить программу страхования страхования жизни и строков В каком случае вам радовать по какой программе безопасности А в случае, если вам путешествуют если вы любите проводить больше времени с друзьями, экстремальным временем спортом занимаетесь я вам рекомендую застраховаться В частном случае я вам привожу пример который произошел в Сочи когда человек катался на парашюте за катамаран упал со 15 метров, получился у него там в этом случае у него не был страховой полис и, соответственно, все лечение на свой счет однако это можно было бы избежать, если бы не была программа безопасности состава вот таким образом Итак, что нужно делать при страховом случае, если страховой полис есть у вас? Нужно обратиться обязательно по скорой помощи по скорой помощи чтобы вас доставили сам выпускник и там зафиксированные стропы также вы обращаетесь в патентные органы и полицию где вы заявляете и все, у кого выбрали по экскурсу соответственно, не несут экскурсу и соответственно, будет проведена проверка и эти граждане, которые производили эти экскурсы и отвечали за состояние справности по экскурсу техники они будут подключены либо к административной вот таким образом также я вам рекомендую застраховать имущество и гражданского инстанции в каком случае было бы интересно страхование имущества если вы купили квартиру но в новом доме вы ремонт сделали то есть очень большой риск что произойдет за реводом и в этом случае можно заявить страховую компанию если вызвать аварийную службу приезжает аварийная служба вам надо зафиксировать это все то есть аварийная служба должна для страховой компании составить справку в которой будет указано что по такой-то причине произошел за реводом в этом случае страховая компания уже будет выплачиваться так то ставка в случае страх восприятие как и те ахаканские также может быть и пожар а если приходит пожар то есть то есть тут еще и страдать гражданскую ответственность это ответственность от возле техnic Это нанесение ущерба жизни, здоровья и имущества других людей. Например, если происходит пожар, то может пострадать помещение сверху, снизу, сбоку, слева, справа. Поэтому лучше могут пострадать и имущества, и жизнь других людей. В этом случае риск гражданской ответственности лучше страховать. И также риск, это кучащий, который происходит, малоправные действия этих лиц. Это, например, кража, напевши, взлом, если происходит такое событие. В этом случае, то есть человек взломал дверь, взял что-то ценное, вынес из квартиры. В этом случае страховая компания точно также будет ждать документы от оппонента. В этом случае также полиция приходит в полицию, пишет заявление о том, что произошло страховое событие. И, соответственно, возбуждается об административной эпоху уголовных действий в зависимости от того, что ситуация не ущерба. Вот таким образом я хотела вам рассказать про основные риски, которые можно страховать. То есть это первое, это страховать жизнь и здоровье. Это страховать имущество, потому что даже если вы куда-то умеете путешествовать, и происходит страховое событие, как только вы вернулись домой или вынуждены страховое событие, то тоже риски может влиять. То есть страховое событие можно депутать страховую компанию путем точно также заявления о компетентном органе для приносения справок, и таким образом можно получить за страховую компанию тоже рекомендацию. Вот таким образом можно поступить. Все риски сегодня не будут предчислять. Вы можете мне в комментариях написать, какие вам больше всего беспокоят ситуации. Вы можете рассказать о ситуации, которая произошла в вашей жизни. Я обязательно буду вам отвечать на все комментарии. И на следующем видео я уже буду записывать с учетом ваших пожеланий. Вот так вот.